Глава 6. Менеджмент программ и развитие потенциала организации. В этом видео мы посмотрим, как вести комплексные программы профилактики ВИЧ и СПИДа, которые отвечают потребностям разных групп секс-работников по всей стране. У многих сервисных организаций мало опыта работы с секс-работниками, тогда как у организаций секс-работников не всегда хватает возможности для самостоятельного проведения программ. Сервис провайдеров необходимо обучать, как выстраивать хорошие отношения с секс-работниками. Это означает, что к секс-работникам следует относиться не только как к получателям услуг. Нужно выстраивать партнерские отношения с общиной, откликаться на потребности и приоритеты секс-работников и приглашать секс-работников работать в команду. Развитие потенциала – это сложный, времяемкий процесс, который требует ресурсов. Иными словами, необходимо добиваться устойчивого финансирования программ на базе сообщества. Самыми важными элементами развития программ являются охват – у секс-работников всех стран должен быть доступ к жизненно важным услугам при ВИЧ, мобильность и миграция – секс-работники часто переезжают с места на место. Программы по профилактике ВИЧ и ЭПП должны проводиться гибко, с учетом особых потребностей секс-работников, которые не говорят на местном языке. Лидерство секс-работников У секс-работников должна быть возможность играть лидерскую роль в разных сферах – в принятии решений, например, в составе стороновых координационных механизмов, в управлении программами и мониторинге программ. Учет структурных ограничений Секс-работники сталкиваются с правовыми барьерами из-за уголовного преследования и незаконных действий полиции. Они также сталкиваются со стигмой дискриминации, бедностью, нестабильностью жилищных условий, насилием, домогательствами и ограничениями в доступе к медицинским, социальным и финансовым услугам. Все эти факторы необходимо учитывать при планировании и проведении программ по ВИЧ и ППП. Строгая конфиденциальность и защита данных Данные, которые позволяют установить локацию или вычислить человека, необходимо хранить конфиденциально и защищать от людей, групп или организаций, которые могли бы причинить вред секс-работникам. Как выглядит сильная самоорганизация секс-работников? В нашем регионе есть множество примеров, когда инициативная группа секс-работников становилась формально зарегистрированной организацией. Некоторые характеристики сильной самоорганизации секс-работников Добросовестное управление Прозрачность, подотчетность, эффективное управление и верховенство закона Все это неотъемлемые составляющие добросовестного управления и возможности организации исполнять свои обязанности. Менеджмент проектов Чтобы эффективно работать в соответствии с миссией и видением организации и отвечать на потребности сообщества Нобилизация ресурсов Необходимо для устойчивости и возможности вести работу на протяжении длительного времени Развитие отношений Развитие отношений с донорами, общинами, правительством на национальном и местном уровне, сервис-провайдерами и сетями НПО Наше видео о путешествии по материалам свит подошло к концу Краткое пособие по свит для секс-работников Можно найти на веб-сайте международной сети проектов по секс-работе НСВП НСВП.орг Материал опубликован на английском, китайском, французском, русском и испанском языках Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...